Не было и дня, чтобы житель Читы Михаил Свирский не вспоминал о времени, проведенном в окружении гитлеровской армии. Сейчас Михаил Алексеевич заслуженный геолог края, а тогда, в 41-м, Миша только перешел в 8-й класс. Блокады заставили его в небольшой деревушке под Петергофом, где школьники копали картошку. И вдруг мы увидели страшное зарево над Ленинградом. Страшное зарево. Это 40 километров. Это была первая бомбежка Ленинграда. Первая. Вскоре ученикам приказали покинуть деревню. Миша с ребятами сел в последний поезд, который следовал в осажденный город. Как только состав прибыл в Ленинград, фашистское кольцо замкнулось. И с каждым днем в северной столице становилось все хуже. Каждые две недели снижали пайку хлеба. Пайку хлеба в магазинах исчезли продукты, овощи исчезли, вода кончилась, отопление кончилось, канализация кончилась, свет кончился. Короче говоря, это полнейшее среднее вековое. Людей морил голод и холод. В начале января 1942 года юного Михаила пригласили в драматический театр на новогодний бал. Гвоздем программы был обед. Суп макароны с картошкой, макароны с котлетой, кусочек хлеба и стакан киселя. Я четыре часа ждал, понимаешь, народ попускали по порциям. Маленький этот зал. Четыре часа ждал, пока моя очередь дошла. А еще остались там. В апреле 1942-го всех детей до 16 лет удалось эвакуировать из города. Страшный год в осажденном фашистами и окутанном смертью Ленинграде Михаил Алексеевич вспоминает в деталях, несмотря на то, что прошло уже 70 лет. Вот и те самые 125 граммов хлеба пенсионер до сих пор видит во сне. Через заможденный парнишка стоит у губочной, стоит, несет этот хлеб. Он хватает хлеб и в рот. И второй пример. Ехала машина хлебовозка и перевернулась. Ну, эти самые хлеб. Вывалился. Кругом говнодные люди. Ни одной булки не взяли, не утащили, пока не пришла новая машина. Этими воспоминаниями Михаил Алексеевич поделился за несколько дней до отъезда в город, который он привык называть Ленинградом. И сегодня, 27 января, в день полного снятия блокады, пенсионер прогуливается по тихим улицам, которые все еще помнят ужас войны.